Всем привет, народ! Хотел бы поговорить на тему рынка в РФ 24-й год, конец мая месяца. По поводу мониторов мини-лет в основном, вообще в целом по поводу рынка, видео будет не слишком длинным, слушать можете на фоне. Видео для тех, кто немножечко разбирается в мониторах, просматривает рынок, ищет себе интересные модели, пытается найти себе какой-нибудь монитор и так далее. То есть у тех, у которых есть какие-то базовые познания. Заметил такую интересную вещь, что когда произошло СВО, некоторые производители как бы по-серому остались до сих пор в России. Это, например, Acer и AOC, они до сих пор дают гарантию на свою продукцию, причем даже та, которая была ввезена уже после 2022 года параллельным импортом. То есть их сердственные центры, с ними сотрудничающие, они, во-первых, не только работают для того, чтобы принимать технику до 2022 года, которая легально была ввезена, так еще и новую. И еще заметил такую вещь, что как бы у нас очень большие проблемы с новинками от разных брендов, в том числе AOC, Acer, там, что там, не знаю, там, BenQ, LG, сколько угодно брендов. И очень много стало появляться китайского кава. И этот китайский кава, он начал замечать вообще все вот это. А с тех крутых брендов в основном остались всякие витринные образцы, либо мониторы, которые были ввезены в страну до 2022 года. В основном продают какие-то вещи, которые остались на складах в массовых количествах. То есть, в основном, даже если привозят что-то с параллельным импортом, тоже остается брендовое. Именно там старые годы производства. Например, Acer Predator продают мониторы по заоблачным ценам. Aspire Store продает мониторы 2020 года производства. То же самое касательно, например, AOC, там тоже есть заоблачные цены. Причем эти мониторы, они просто как бы не завозятся по новой чаще всего. То есть, они лежат на складах, они стоят как витринные образцы и так далее. И вот очень интересный момент. Сейчас, например, вот конкретно хочу поговорить по поводу Acer и AOC, взять их в пример. Сейчас начали появляться новые мониторы, но они очень бюджетные. И модельки новенькие. Единственное, кстати, что новинки, которые завозят в Россию, я не знаю как, но они появляются очень массово, это MCI. То есть, вся линейка QD-E2, просто E2, QRFW белый. Очень много, короче. Там всякие OLED-ы тоже от MCI. И все вот это новое прям завозится, завозится. Но мы сейчас поговорим про Acer, про AOC. У них начали появляться бюджетненькие вариантики. То есть, это мониторы. Ну, у Acer это нова матрица 250 кантелл. Но производство, реально, когда эта модель появилась, сверхбюджетная, 24-й год. Там 23-й, 24-й, вот там конкретно мы сделали пример. И появляется у AOC сейчас тоже IPS-линеечка, Full HD 24 дюйма, 23.8, Full HD 27 дюймов и Quad HD. Все одно и то же, по сути, одни и те же характеристики, плюс-минус только отличается разрешение, где-то яркость повыше и так далее. Суть-то в чем? И это тоже новинка 24-го года. Это очень новый монитор, очень бюджетный, но новый. И задаю я, значит, вопрос. Acer, ну, официальный магаз создает, еще сдавал я его, по-моему, чуть ли даже не год назад. Но давно я это сдавал, и в разные периоды времени. Начали появляться бюджетники мини-леды у Acer и у OCO. Это UP3 VK, Acer Nitro, по-моему, V75, что-то типа того, короче, но не суть. И G3 XMN, по-моему, так называется. Но, в общем, суть в том, что Quad HD, ВА-матрица, 2.3 MS отклик, плюс-минус более-менее современный, да. Монитор прямой, не изогнутый. И главный прикол, главный прикол, 336 зон. Это прям супер бюджетненько, но оба монитора могут HDR-1000. На некоторых сайтах с доставкой из-за рубежа данный монитор стоит 40 плюс тысяч, там, 55 тысяч и так далее. В целом, регламентированы они как бюджетные. В целом, в разных странах Европы и вообще по миру, там, 300 баксов, 400 баксов. Ну, цена скачет, ну, интересный вариант, казалось бы. И появились эти мониторы еще в 23-м году. В 23-м, в начале 24-го, а сейчас уже полгода 24-го прошло. И вот их нет. И производители вот эти вот, ну, точнее, магазины, да, они говорят, что, типа, в ближайшее время кступление планировать, там, следить за обновлениями. И тут интересный момент. В прошлом году появился KTC, который ввез 3Logic. Весь Ardor Gaming, который сейчас существует, делает тоже KTC. И что у нас еще есть? Hisense, который появился в начале года, который тоже вышел на монитор, тоже китайщина. Все это китайщина. И вот единственное, по сути, если не брать доставку из-за рубежа, либо доставка с Китая через Ozone, 7-ми не лет мониторы сейчас, именно мониторы, 27 дюймов. То есть, вот в таком, да, там, это все Китай. Hisense, KTC, Ardor. Все Китай. Главный прикол, кстати, у KTC есть своя версия OLED. Не завезли этот монитор. Зато почему? Потому что KTC для Ardor сделали OLED на той же самой LG матрице с теми же самыми характеристиками. Только у Ardor убогая прошивка, которая не дает выключить ABL и не дает поменять, нормально, там, этот убрать раз в 4 часа прокатывания, ну, прокатывания этих, обновления пикселей, очистка. А в KTC такая вещь есть. И главное, KTC OLED появился раньше, но в России его нет. То есть, потому что контракт с DNS эксклюзивный. Поэтому Trilogic не стали ввозить KTC OLED. Хотя кучу других мониторов KTC они ввели в страну. Что мы видим дальше? Это касается вот этого тоже. Уже чувствуете, да, вот это вот. Ну, это, знаете, там, байки венского леса, так сказать, да, теория заговора. Но на самом деле, почему производят... То есть, вот эти серые производители по типу OCO и Acer завозят новые модели, но только сверхбюджетные. И, то есть, завозят новые мониторы, завозят новые производства, завозят конкретно вот эти два. Но Minilet не завозят. А потому что это монополия. Это... Я более чем уверен, что все... Все это массово сейчас регулируется. Trilogic, кстати, те же самые дистрибьюторы ввозят товары и в сети Link, кстати говоря, и наверняка. Ну, то есть, все это у них, грубо говоря, там, сверху, так сказать, решается. Иначе объяснить, почему есть бюджетные Minilet модели, которые от именитого производителя. Ну, Acerawak это достаточно именитые, да. Почему они не продаются, а китайское говно продается? У KTC Minilet, можете почитать, западные, даже уже в русских отзывах появляются. Вот оно и появилось спустя какое-то количество времени после пользования. У людей Minilet начинает просто сдыхать через пол, там, года, через 4 месяца после использования. Хреновая матрица, хреновая это. Hisense у него желтые пятна, в общем, тоже говно сборка и так далее. Вот весь Minilet, который поставлен на рынок. Еще есть Titan Army, извиняюсь. Titan Army это типа дочерка, TCL. Но это тоже все китайский кал. С крутыми характеристиками, которые, понятно, как будет работать. То есть, с кучей косяков, но с жирными характеристиками по соотношению цена-качества. Но опять же, почему Acerawak завозят бюджетные мониторы, там, 23-24 года, но не завозят крутые бюджетные Minilet? Потому что все это монополия. То же самое касательно OLED KTC. Почему KTC делает OLED, но потом этого не появляется, когда KTC на рынок, на русский, вышел через Trilogic. Но при этом, блядь, появляется Ardor OLED, который тоже делает KTC. И там чуть-чуть, ну, матрица LG чуть более, там, по-моему, у нее поколение немножечко другое. Но, в принципе, это одно и то же. Вот одно и то же. И примерно по такой же цене, кстати, KTC OLED бы и продавался в России. Это 80-85 тысяч. Это бюджетный этот OLED-монитор. И то же самое с Minilet. То есть, просто это все монополия заставляет людей жрать говно. То есть, покупать эти монополисты из ДНС, охуевшие, которые, ну, продают вот это китайское дерьмо Hisense, вот этот. Trilogic продают KTC, который, кстати, не продается в ДНС. И в сети линке. Это уникальный их. То есть, в итоге KTC продается в ДНС через Ardor. KTC продается через Trilogic. Вот. И Hisense начал первым продаваться в сети линке. То есть, чувствуете вот эти вот, да? То есть, кстати, реально, Hisense первым начал продаваться в сети линке. То есть, в итоге три компании, которые, ну, там, дистрибьютор компании, там, и так далее, да? Которые имеют, которые продают Minilet-мониторы. Но при этом, где эти Minilet, которые уже вышли давно от других производителей? Где Acer Minilet? Где OOP Minilet? Там у ViewSonic'а тоже есть Minilet, но это уже другая компания. Но мне кажется, я вот просто уверен, я хотел поделиться этим наблюдением. Потому что рынок мониторов я постоянно просматриваю. Я все там скроллю, смотрю там и так далее. Меня просто удивляет этот факт. То есть, людей заставляют, хочешь нормальную гарантию, типа, иди покупай старый кал. Либо новый кал по оверпрайсу и с, там, ужасными характеристиками, да? Но попробовать новые технологии, иди в Китай и просто, то есть, покупай китайский кал. Вот и все. Вот. Сейчас начали тоже массовые магазы привозить Xiaomi. Xiaomi, две вариации на IPS, 27 дюймовый QHD, тоже Minilet, 1152 зоны. Для 27-дюймового монитора это много, это уже больше, чем у аналогов, потому что у аналогов 576 зон на 27 дюймовый. Что у Hisense, что у KTC, что у Ardor Minilet. Одно и то же все. Вот. Но это все неофициально. То есть, если говорить про официальные какие-то там бренды, магазы, ну, такое вот наблюдение. И я думаю, это связано не только с Minilet, а с многими другими новинками, которые вот должны выходить, но они не появляются. То есть, новинками и на Minilet решениях, и на OLED некоторые решения тоже. То есть, тут очень странно. Единственное, что всегда продавалось, это Samsung. То есть, Samsung, да, там, опять же, с Казахстана, да, то есть, эти все бракованные от браковки, там, по типу Neo G7, Neo G8 и так далее. Это мы все знаем, все понятно. Речь именно была вот за новые бюджетные Minilet, и неизвестно, когда они появятся. А если бы не вот эта ситуация, если бы не параллельный импорт, то все бы эти мониторы уже бы давно были бы в России. Они бы давно у нас продавались. И при этом сейчас европейцы получают удовольствие, наслаждение, да, от того, что они за 300 баксов могут себе HDR 1000 позволить, да. То есть, ну, потому что самый главный прикол, main selling point, да, мониторов Minilet, это большая яркость и зоны локального затемнения, которые убирают засветы. И, то есть, люди уже сидят там уже год-два кайфуют, даже на бюджетных вариантах, да, грубо говоря. А у нас до сих пор этого нету, и у тебя выбор, либо за те же деньги покупать устаревший, либо новый монитор, но с бюджетными характеристиками, плюс-минус за эти же деньги, да, опять же. И неизвестно, ничего с гарантией. Либо просто иди покупай китайское говно, которое с крутыми характеристиками, но оно может сломаться в любом моменте. Ну, как-то так. Вот такие теории заговора. Я думаю, что это все взаимосвязано, и вообще неизвестно реально, появятся вот сейчас в ближайшее время, действительно, эти Minilet от производителей, да, вот бюджетные, то есть, которые я сказал, OCR, появятся ли они вообще, ну, в 24-м, в 25-м году, когда их завезут-то? Просто время идет, технологии улучшаются, а у нас какая-то непонятная. То есть, вроде, ну, мы завозим товар, есть параллельный импорт, товар появляется, новинки появляются на IPS-ах, там, и так далее, да, то есть, на IPS, на VA, то есть, обычные, ну, эти LCD-мониторы, не Minilet подсветка, появляются новинки, но почему нету вот этого? Тут очень интересно. Еще это, скорее всего, связано с тем, то, что на Minilet-мониторах люди сразу пойдут их покупать, и никто не будет покупать плюс-минус там на 5-8 тысяч дешевле монитор, у которого не Minilet-подсветка, которая, ну, типа, у которого там HDR-400, например, да, там, или устаревшее просто там производство, устаревшие характеристики, то есть, а все это говно, которое валяется на складах, нужно продавать массово. Вот, я думаю, что вторая причина заключается в этом, то есть, из-за этого не заводят какие-то крутые вещи, вот. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, всем пока!